Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сегодня пришел на работу Что-нибудь такое в пол седьмого Было сообщение Я его прочел, не помню, когда оно было Что он в коме в 6.30 примерно На лайфру Что Деглян в коме? Да, что он в коме, да И вот сейчас пришло сообщение, он умер Вот, значит, наказано будет меньше людей Один из подозреваемых Один из подозреваемых Один из обвиняемых В коме, я прочитал сегодня Все, его нет, в 9 часов он умер Значит, смотрите, там все-таки пошли Такие серьезные разбирательства С чиновниками, что мы призывали Позавчера Совсем очевидно было Что чиновники виноваты В ночь с понедельника на вторник Это Также Разнес Путин Об этом говорил Медведев В самом начале И сейчас он все более эмоционально говорит об этом Он говорит, что они мерзавцы Просто мерзавцы Хозяева шоу в Перми Мерзавцы, говорит Медведев Он Как это сказать Он Не стесняется Быть эмоциональным Мне Ну, я человек эмоциональный Мне лично это дико нравится Да, потому что я Не могу Вот Вот мне трудно Когда Эмоциональный вакуум Какой-то эмоциональной стерильности Да, и Я понимаю, что президент Есть президент Я понимаю, что это Скорее функция, чем человек Я понимаю, что это функция И это некий инструмент государства Но Когда он вдобавок человек Это классно Ну, да? Но это сложно, когда он должен Это проявить себя Не должен, ничего не должен Вообще ничего не должен А если бы он не проявил себя как человек? Нет, он как герб и флаг Он может не проявлять себя как человек Может не проявлять Может, может Но он проявляет себя как человек Это хорошо Вот, у нас вследствие разгильдяйства, я бы даже сказал, раздолбайства, которое превратилось уже в национальную угрозу, происходит огромное количество чрезвычайных ситуаций на дорогах, и в пожарах люди гибнут, сказал Медведев при встрече с генпрокурором Юрием Чайкой. Значит, он еще Чайке сказал, вы по своей линии там попроверяйте, потому что, а они уже проверяют, но они пока занимаются тем, как Министерство обороны передало это здание, и как в аренду, и как Министерство обороны, как там это вот все это хухры-мухры происходило. Но теперь, значит, президент сказал, что я правительству дал указания, но вам тоже еще отдельно даю указания, вы подключаетесь, и вы занимаетесь. Чирканов дал интервью известиям, и главной причиной, вроде бы как, назвал то, что реконструкция была произведена, о которой ничего в плане не было. Значит, слушайте, слушайте, там отдыхают, вот посмотрите блогеров, да, посмотрите блогеров, посмотрите, что пишут переменки. Что значит реконструкция, послушайте, значит, я вам объясню, они все там паслись. Кто? Все, администрация Черкунова. Вы же слышали, первое сообщение было, что вот только что там перед самым пожаром оттуда ушла за час. Но они же план не видели изначально. Нет, они же, когда они заходили, сразу не сравнивали план. Подождите, 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 значит, вот все эти хозяева этого замечательного заведения в Перми, все хозяева, знали, что у них пасется весь бомонд города. Вся, вся вот эта вот чиновная шатя-братья, вся кодла, это их кореша, вся кодла чиновничья тамошняя, это их кореша. И вся эта кодла, это их клиенты, это их клиенты. Посмотрите, блогеры говорят, почитайте списки погибших. Это администрация, это и так далее. То есть там и пожарных, это все, там все. Там представитель ФСБ даже поможет. Так там вся кодла, вот эта правящая пермская. Поймите, они есть их клиенты. В том-то и дело. Понимаете, когда они там... Дальше, поразительная вещь, которую я сегодня прочел. Даже салфетки, салфетки лежат на столах, салфетки бумажные, они даже не обгорели. Они даже не пожелтели. То есть там пожара-то почти не было. Там люди-то умерли и продолжают умирать от того, что пластик, которым отделаны стены, потолки и все на свете, ядовитый. То есть именно этот пластик, именно этот пластик ни в коем случае нельзя применять. Нет, кроме того, там не было выходов, кроме одного. Конечно, там не было выходов. И если бы было там пять выходов, и они побежали люди, они бы спросили. Они там пожар... То есть, собственно говоря, вот что говорят. Говорят, салфетки на столах абсолютно... Сейчас ими можно пользоваться. Салфеточки хорошие, бумажные салфеточки. Первое, что должно было загореться, салфеточки. Фотографии этого клуба, если смотреть, то там вывеска, все нормально. Вот снаружи смотрится, как будто бы ничего не горит. А внутри лежат на столах салфетки, понимаете? Значит, люди угорели газом от расплавившегося пластика, который запрещено категорически применять. Вот и все. Вот и все. И вся эта кодла, они и есть их клиенты, понимаете? Так нарушений много. Во-первых, применили фейерверк, который нельзя было применять, пластик, который нельзя применять. Так это совокупное их преступление, понимаете? Можно перечислять так. Это их совокупное преступление. Они все вместе там, в одном. Это шайка одна. Понимаете? Там нет... Там нет... Там жертвы. Жертвы по существу. Это те, кто со стороны пришел. Но вот сейчас-то шайка уволена? Или это не вся шайка? Ну нет еще. Пока 11 человек только уволены. Пока вы думаете еще? 11 человек. Я не понимаю. А как уголовное преследование, когда начнется этой шайки? Конечно. Вы знаете, что еще блогеры пишут? Блогеры пишут, что Путина встречал глава ГУВД. Путина, значит, генерал-милицейский. И Черкунов, Губер вместе. И вместе у Трапа. Вместе у Трапа. И полагают блогеры пермские, что... Ну, они знают, по их словам, что отношения у них там на ножах. То есть они ненавидят друг друга. Губернатор с милицейским начальником полагают блогеры. И поэтому... Почему они так полагают? Полагают, потому что живут в городе, да. Поэтому и полагают. Значит, они полагают, что они там на ножах. И поэтому ни один из них не доверяет другому. И они прибежали оба к Трапу, чтобы один в левое ухо стучать, а второй в правое друг на друга. Вот, вот что полагают блогеры. Просто схватить Путина за уши и немедленно шептать, 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 что, значит, кто виноват, а кто не виноват. Нет. Потому что они там все... Потому что они все виноваты. Все. И. Понятно, нет? Но всего 11 человек мы имеем. Нет, мало, 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 мало. Или это сотрудники пожарной? Мало, мало. Давайте обсудим это. Может, кто-то был в России? Я имею в виду не в Москве, а в России. Может быть, кто-то знает, как устроены элиты в этих городах наших дивных? 9 часов 11 минут. Через минуту обсудим. Подъем. Плюс 7-925-101-107-0 наш смс. 101-107-0 по 925-му коду. С русновости.ру, с нашего сайта нам пишите, тоже читаем. Телефон 7-8-8-107-0. Телефон в студии. 7-8-8-107-0. Зал на 50 человек передавался под кафе. Маленькое кафе. И кроме этого, большое это помещение должно было быть приспособлено под цех по подготовке вот субпродуктов. Ну, там, салаты какие-нибудь месить. Короче говоря, они собирались как бы цех делать. Там, цех подготовки полуфабрикатов. Понимаете? На самом деле была построена дискотека. Все-все знали. Все. Вся Пермь знала об этом. Вся Пермь, точно. Все чиновники хопались там, в этом месте. Значит, адрес, адрес вот этого вот хромой лошади. Куйбышева, дом 9. Адрес хромой лошади. Куйбышева, дом 9. Адрес пожарной охраны Перми. Куйбышева, дом 11. Это соседние дома. Понятно, нет? Куйбышева, дом 11. Пожарный надзор. Куйбышева, дом 9. Хромая лошадь. Вот что пишут блогеры. Пожалуйста, опровергните меня, если кто-то знает лучше. Понимаете? Они все все знали. С самой первой секунды. Это и есть. Это Кодла сама себе устроила убийство. Понятно, да? Ну, кроме того, погорели невиновные. Ну, кроме того, погорели невиновные люди. Конкретнее кто? Пожарники? Пожарники теперь наказывают. Правящая в Перми Кодла. Администрация районов? Правящая в Перми. Нет, правящая в Перми Кодла. Как бы она ни называлась. Правящая в Верховной? Конечно, конечно. Назовите их чиновниками. Назовите их бизнесменами. Назовите их мандаринами. Китайскими мандаринами. Пермскими мандаринами. Назовите их шахами. Какие же, как они, не имеет значения абсолютно. Понимаете? Понимаете? Нет. А это правящая в Перми Кодла. Сама себе устроила пожар. Понятно? Не понятно? Все понятно. Хорошо, отлично. Другие города, Пермь тоже, 7, 8, 80, 7, 0. Расскажите нам о нравах, потому что у меня есть подозрение, что в таких городах, ну, мне так кажется, все все знают. Это же микроскопическое место размером с Пол Ясенева, мне кажется, нет? Алло, здравствуйте. Сергей, добрый день. Как вас зовут? Алексей. Да, Алексей, да. Сергей, вот я хотел сказать о вчерашнем выступлении Медведева. Оно меня не просто поразило, я на самом деле был в таком легком даже шоке. Давайте. Почему? Потому что, может быть, это никто не заметил, но фактически, смотрите, что вчера произошло. Пришел Чайка, говорит, пожарник выписывал плевые предписания, там эти сделали... К тому же уволенный пожарный, он же не работал уже. Вы знаете, да, что пожарный этот, который выписал предписания, уволился из МЧС в 2002 году, а в 2003 году принял в здание... А, нет. А потом, правильно, а год назад приходил действующий, окей? Да, правильно. Да, да, это я слышал. Но вопрос в том, что, смотрите, это выглядело так. Приходит Чайка за отмашкой, он говорит, там это все... Чиновник, ну, то есть он говорит, что чиновники там виноваты, там виноваты, там виноваты, виноваты. Что говорит Медведев? Медведев говорит, хозяева мерзавцы, чиновников надо наказать, там вплоть до увольнения. Дайте я найду цитату. Да, вплоть до увольнения и так далее. Но он отмашки не дал, и он потом в конце сказал, и если найдутся по линии вашего, там, типа, ведомства нарушения... Подождите, дайте цитату. Хотите ли, Алексей, секунду, секунду, у вас есть секунда? Не опаздывайте, минут. Да, давайте. Читаю, Медведев, читаю. Кавычки открываются. У нас, вследствие разгильдяйства, я бы даже сказал, раздолбайство, которое превратилось уже в национальную угрозу. Происходит огромное количество чрезвычайных ситуаций. И на дорогах, и в пожарах люди гибнут. Последний случай, который произошел в Перми, за гранью добра и зла. Дальше. А, уже цитата. А, нет, вот, смотрите. Надо разобраться. Это опять цитата. То, что хозяева и устроители этого шоу безнравственные мерзавцы, это понятно. Но надо посмотреть и на роль госструктур, в том числе федеральных. Нет, а что, а что, 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 что? Давайте, Алексей, Алексей. Нет, а дальше-то он говорит, что он говорит о том, что нужно там вплоть до, ну, что-то типа такого, вплоть до увольнения разобраться и так далее. А потом он уже в самом конце говорит, ну, типа, то есть это выглядело так, что, ребята, мол, госструктуру увольняйте. Ну, если в крайнем случае, если уж ничего придумать не сможете тогда, уважаемый Чайка, тогда по линии своего верността, если есть там какие-то нарушения, вплоть до возбуждения. То есть, понимаете, это выглядело так. То есть, как бы это, вы рассмотрите, как лазейку для чиновников. Чайка пришел за отмашку, он отмашки не получил вчера. Он не получил отмашки. Не получил отмашки. Спасибо, Алексей, Алексей, давайте Алексей, вот, Алексей дал, Алексей дал нам некое свое ощущение. Я считаю, я считаю, что президент в этот раз, ну, за последние, вот, если вы вспомните, за последние, наверное, ну, уже даже больше 10 лет, это самое жесткое заявление президента. А какие еще были президентские заявления за последние более 10 лет подобной жесткости? Не помните ничего такого? Нет, ну, это же хорошо. Да, для меня-то хорошо, я же говорю, я человек эмоциональный, я считаю, что надо хорошие плетки дать. Ну, нам пишет, кстати, Александр Росновости, я не могу понять, почему у Медведева Путина постоянно звучат жаргонные слова, они уже нельзя говорить, как подобает президенту, не употребляя всяких раздолбайств и мочить. А вы знаете, да, нет, подождите, мочить, мочить, это 99-й год, октябрь, Казахстан, это в Казахстане Путин сказал тогда. Но, не знаю, не знаю, эта тема меняет нашу, подождите, подождите, давайте не менять тему. Значит, вы знаете, тоже есть такая вещь, как быть понятным, быть понятным. Президент может стараться быть понятным. А может стараться и не быть понятным? Не, стараться быть понятным, должен, он должен коммуникативно быть понятным, то есть он должен сказать так, чтобы поняли. Поэтому он смотрит на человека перед собой и пытается быть понятным, понятно, да? А кого-то без мутяков нельзя с ним общаться, потому что он просто не поймет тебя, вообще не поймет и все. Понимаете, значит, он, наверное, чайке пытается вставлять мозги через понятную чайке лексику, это нормально. Ну, он сам ответит не хочет. Неважно, не уходим в лексику, не уходим в лексику. Внимание, Алексей поставил вопрос. Чайка пришел за отмашкой сажать чиновника, по мнению Алексея, и не получил отмашки. Президент был недостаточно жестким. Я ставлю этот вопрос на голосование. Секундочку, значит, недостаточно жесткий президент, по мнению Алексея, который нам позвонил, наш слушатель, который недостаточно четко сказал сажать там, не знаю, ну, в общем, по-серьезки все. Вы смотрели вчерашнее, или слышали сейчас, я цитировал президента Медведева. По вашему мнению, он, да, дал отмашку, он, да, дал отмашку на самые серьезные действия в отношении чиновничества в Перми. 6600691. Вплоть до посадки. 6600691. Нет, он не дал отмашки, и вы совпадаете с Алексеем, что Чайка услышал, что устроители мерзавцы, а, мол, эти пусть, может быть, какой-то коридор для ухода от ответственности им дан чиновникам. 6600692. 6600691. Нет, отмашка дана, абсолютно очевидная отмашка дана. 6600691. Нет, отмашка не дана. Чайка не получил отмашки. Позвольте мне следовать этому термину. Значит, добро еще еще в военных организациях не получил добро. Не получил разрешения. Не получил одобрения, можно так сказать. Он получил одобрения на посадку чиновников, в том числе, 6600691. Он не получил одобрения на посадку чиновников, в том числе, генпрокурор, 6600692. Напомню, быстро вам, что было сказано. Секундочку. Послушайте, ну, во-первых, он усиливает. Он же говорит, я давал поручение правительству, а сейчас еще даю поручение. У нас следствие разгильдяйства. Я цитирую Медведева. У нас следствие разгильдяйства, я бы даже сказал, раздолбайства, которое превратилось уже в национальную угрозу. Происходит огромное количество чрезвычайных ситуаций. И на дорогах, и в пожарах люди гибнут. Последний случай, который произошел в Перми, за гранью добра и зла. Далее, не цитата. Читаю в переложении. Потребовал привлечь к ответственности всех виновников трагедии, включая чиновников и представителей контрольных органов. Президент потребовал привлечь к ответственности. Но это не цитата, это читаю в изложении. Потребовал привлечь к ответственности всех виновников трагедии, включая чиновников и представителей контрольных органов. Надо разобраться. То, что хозяева и устроители этого шоу безответственные мерзавцы, это понятно, заявил Медведев. Но надо посмотреть и на роль госструктур, в том числе федеральных. Раз они дают предписания, а на эти предписания плюют, значит, надо ставить вопрос о том, что их предписания неэффективны. В этом случае они просто не справляются со своими обязанностями. Имеет в виду Медведев, что федералы на федеральном уровне даются предписания, которые не выполняются. Какие предписания, например? Ну, я думаю, что это в адрес Шойгу такая фраза. Это Сергея Кужегедыча фраза. Эта фраза федеральный уровень имеется в виду Кужегедыча, конечно. А кто же, как не Кужегедыч? Да, да, да. А как его привлечь к ответственности? А как его привлечь к ответственности? Сказать им, что ты, Сергей Кужегедыч, не справляешься. Вот тут справляешься, а тут не справляешься. И все? В Руанде справляешься, а в Перми нет, нет, никак не получается. Да, значит, вы считаете, что в этих фразах, сейчас мы разлучимся на минуту рекламы, В этих фразах президента есть прямое одобрение, добро, отмашка на преследование чиновников вплоть до уголовного. 660-0691. Я так тоже считаю. Значит, Алексей, который нам позвонил, говорит, что нет, Чайка не получила отмашки. Не получила отмашки. Недостаточно четко было Чайке сказано. 660-0692 тогда позвоните, пожалуйста. Через минуту скажу вам результаты. Подъем. С Сергеем Даренко. На РСН. Обзор печати. Вот, обзор печати с Екатериной Родиной. Даю результат голосования. Мы голосовали в словах президента, который он сказал Чайке. Была отмашка, да, была отмашка на то, чтобы привлекать чиновников вплоть до уголовной ответственности. К ответственности вплоть до уголовной виновных чиновников. 26,4% услышали в словах президента. Это добро, это указание. Это 26,4%. А 73,6%. 73,6% нет, отмашки не было. Нет, это не отмашка, это не добро, это не указание. Вот так считает Алексей, который нам позвонил. И так считает 73,6%. Что у вас с прессой? С прессой, конечно же, пишут про Перми и о том, что 11 чиновников, 11 человек отстранены от своих должностей. Читайте «Коммерсант». Губернатор Пермского края Черкунов дал интервью «Известиям», там тоже, как ему видится трагедия в ночном клубе. Еще российская газета отмечает по этому поводу, что Медведев обратился к Чайке с просьбой представить поправки в законодательство, которые ужесточают меры за нарушения. А ведомости рассуждают, что если проверок станет больше в этой области за нарушениями, которые могут повлечь смерть человека, будет от этого лучше или нет. Кроме того, Дмитрий Медведев вскоре сможет и налично решать вопрос о применении военной силы за границей. Отдельное разрешение Верховному главнокомандующему понадобится только на миротворческие операции «Газета-газета». И коммерсант об этом сегодня пишет, и Совет Федерации должен рассмотреть соответствующий вопрос 16 декабря. Кроме того, сегодня день, международный день борьбы с коррупцией, этому уделили внимание издание «Известия», «Газета-газета». Общественная палата выпустила новое карманное издание, 50 тысяч экземпляров под названием «Антикоррупционный букварь». Там на 50 страницах изложены некоторые исторические факты, какие-то шутки, истории, занимательные сведения. Все, что связано с коррупцией, надеются авторы этого проекта, что «Антикоррупционный фонд в обществе» в результате распространения таких книжечек увеличится. Еще много информации про то, что у нас с долларом, что на 66 копеек сразу вырос вчера и перешагнул порог в 30 рублей. «Известия», «Газета-газета», «Ведомости» суммируют сведения, приводят различную статистику и отвечают на вопрос, как же так получилось, с чего это вдруг у нас американская валюта так поднялась. В «Независимой газете» информация о том, что «Единая Россия» занялась собственными сайтами, модернизировать систему региональных интернет-сайтов намерена партия. Даже было собрано заседание, на котором лично отдавались распоряжения, что если где-то в регионах сайта «Единой России» нет, то его нужно создать в «Независимой газете», читайте подробности. «Ведомости», «Не стали рисковать» называется статья. Обратите внимание, что раньше было предписание всем школам, автомобильным школам, где учат водителей, чтобы они соответствовали необходимым техническим характеристикам, то есть имели автодромы со светофорами, железнодорожными переездами. Сейчас это правило отменено. Подробности в «Ведомостях». Российская газета задается вопросом, вот уже в понедельник был снегопад, сегодня среда, но все-таки кто же виноват в том, что неожиданно пришла зима в Москву, ищут виновных в российской газете, в коммерсанте. Оказывается, синоптики свое вину признали, говорят, что это аномалия, пообещали впредь исключить подобные случаи. О российской газете еще информация о том, что второй раз ГАИ в России представляет устрашающую социальную рекламу, призванную остановить лихачи на дорогах. Оказывается, первый рекламный ролик, в нем было столько жестокости и крови, что запретили показывать по телевидению. Сейчас же новая реклама не такая жестокая, и, возможно, ее покажут, и будем смотреть, что из этого получится. Кстати, описан даже рекламный ролик, что там будут показывать в российской газете подробности. Известие, кто главный наркоман Грузии, называется заметка. Президенту Грузии предъявлено обвинение. Один из лидеров непримиримой оппозиции, Георгий Хаиндрава, объявил Саакашвили наркоманом, призвал его сдать соответствующий анализ и сказал, что нужно всем сдавать чиновникам Грузии такие анализы, и сам тоже от него не откажется. Кроме того, московский комсомолец, вот интересную заметку, срочный номер, публикует изобретение наших российских ученых. Какой-то чемоданчик, который способен издавать волны сквозь стенку, какой бы она ни была, из какого бы материала можно обнаружить, жив человек или мертв, вообще находится ли человек за стенкой. Такое изобретение российских ученых можно использовать в терроризме, а можно и отдать спасателям. Тоже они с помощью него будут находить живых людей. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Спасибо за СМС, который нам присылают. СЛЮЗ 7 925, СМС 7 925, 101 107 0. И вы можете писать нам через сайт русновости.ру. Мы продолжаем с Екатериной Родиной. Кать, вот мы сейчас пытаемся дозвониться человеку из Дагестана. Он рассказывает, как у них там с пожарной техникой и безопасностью. Секундочку. Алло. Алло, здравствуйте. Это Сергей и Катя. Мы звоним вам из студии РСН. Здравствуйте. Расскажите нам, вы говорите, население горят каждый день и воду отключают. Расскажите нам, как это? Ага, короче, говоря, Сергей, это уже набаливающий вопрос. Как вас звать, как вас звать? Меня Хабиб зовут. Хабиб, отлично, да. Да, я несколько раз попытался. Да, 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 хорошо, расскажите. Это в Дагестане, рядом с Ботлихом, Цумадинский район, где... Ботлих, геройский Ботлих, я хорошо помню. Да, да. От него 25 километров в райцентр Цумадинского района, Агвали, села Агвали. В этом году, буквально недели три назад, там сгорел секционный дом. Ну, там 13 хозяйств, короче. Да. Они просто чудом, видимо, успели там соседи друг друга там... Спасали, да. А почему воду отключают, объясните? Для чего это делается? Воду они объясняют тем, что, короче, это уже сколько лет, короче, якобы не целевых используют. Ну, не целевых этих используют. Ну, летом, понятно, там... Полив, наверное. Как бы, короче... Отвратить полив. Да, да, что огороды поливают, там, воды поливают, там, в таком этом смысле, короче, то, что не хватает... Я попробую суммировать. Короче, Хабиб рассказывает нам о селении, которое в Дагестане, рядом с геройским Ботлихом. Все помните Ботлих? Помните август 99-го? Ну, так вот. Значит, там 1500 хозяйств, и две недели назад 13 квартир горели, вообще нет никаких пожарных машин в принципе. И каждый вечер... Да, и каждый вечер отключается вода еще, чтобы люди... Да, 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 еще... И здесь приходится просто стоять и смотреть, как горит, и все. Да, один человек от МЧС, короче, ну, пожарный, этот хороший парень, там, в принципе, ничего не могу сказать, этот самый... А до этих пор МЧС в республике Дагестан, главный МЧС, глава МЧС, он родом тоже, как бы, из Тумыниевского района. Все рассчитывали на него, что он там выделит эту машину. И получается, короче, 25 километров, это, с Ботлихского района, пока пожарная машина приедет, короче, все, только и остается людям наблюдать. Спасибо, спасибо вам, Хабиб. Хотел вам прочитать один заголовок дагестанский, сегодня утром прочитал я. Смотрите. В Дагестане ликвидирован один из лидеров боевиков и его жена. Ну, кажется, уже дописались пресса, причем тут жена. Что за жена? Да, это тоже странности. Странности, странности. Извините, я быстро тогда расскажу, чтобы нам не терять время. Значит, на самом деле, это странности заголовков, потому что в иных изданиях... Я не хочу, вот сейчас прямо... Это одно из интернет-изданий, господи. Но это характерно. То есть мы понижаем собственный человеческий статус, в том числе, разговаривая так и о людях. Самое главное, странности замечаем, но не удивляемся этому заголовку. Я удивляюсь. Удивляюсь? Меня больно режет, меня больно режет этот заголовок. Вот вы знаете, заголовок. В Дагестане ликвидированы один из лидеров боевиков и его жена. Что это за заголовок, что за хрень? Что вы пишете, товарищи журналисты? Ребят, ну что вы делаете, а? Значит, видимо, в бою убит этот лидер боевика, и по делу, ну хорошо. Но вы потом просто объясните, потому что я выхожу в другие издания, и я читаю, что боевик с женой, которая тоже воюет, они вдвоем как там мистер и миссис Смит выходили из дома с оружием и оба стреляли. Тогда это были оба боевика. Два боевика, которые вдобавок муж с женой. Ну пожалуйста, это два боевика. Так это же разные вещи. Ну заголовок, внимание, уже просто заголовок такой античеловеческий какой-то. Мне кажется, он унижает нас тоже. Ликвидированы. Боевик и его жена. Зачем? Что? За что? За что? Что жена? Это нас серьезно, серьезно роняет, мне кажется. Хорошо. А автомобили, я хотел чуть-чуть про экономику. Знаете, да, что плохо с экономикой? Кого-нибудь это интересует? Я думаю, что, наверное, никого не интересует. Но плохо с экономикой у нас. Нет, где это хорошо? Нигде не хорошо. Нигде не хорошо, хорошо только в Китае. Но нам же обещают, что последствия кризиса будут очень тяжелыми. И следующий год будет. Где хорошо? Хорошо в том, что там быстро отмерзает. На то, что лег Китай, так и он по-серьезски лег. Он ложится с 20-х чисел октября 2007 года. Китай ложится. Понимаете? Вдвое, в 60% и так далее. В 20-х числах октября 2007 года там был пик. И все. С тех пор он, качаясь, ложится в ноябре. Потом в феврале 2008 он падал. Еще Россия продолжала расти, а Китай падал уже. Понимаете? Что сейчас на сфера? Сейчас что я вам хотел сказать. Во-первых, доллар дорожает. Вот если это кого-то интересует, 1,4704. 1,4704 к евро. Только что был 1,4695. Доллар дорожает. Который день подряд. Да? И это для нас, конечно, очень тревожно. Чуть позже мы поговорим об этом. Раз. Второе. По автомобилям пришла статистика. У нас складывается торговля автомобилями. И, по-моему, ведомости сегодня дают, что мы к плохому ноябрю прошлого года сложились еще вдвое. То есть, ноябрь этого года к плохому, не к хорошему, а к плохому ноябрю прошлого года. Ноябрь прошлого года плохой. Вот к плохому ноябрю мы сложились еще вдвое. От плохого вдвое еще. Понятно, да? Понятно. Что делать? Я понимала, что все плохо. Что делать? Не, ну что делать? Мне кажется, выращивать редиску. В смысле, ну как-то жить. К земле, ближе к земле. Жить, продолжать. Конечно. Жить и все. Ну жить, курей заводить и так далее. Нет. Но при этом, да. При этом, да. Очень сильно отмерзает кое-что. Вы правильно говорите. Мерседес прибавил в Китае продажу Мерседеса на 98%. Вдвое. Мерседес и Смарт. Ну, понятно. Все, что Даймлер продает. Даймлер продает Мерседес и Смарт. В Китае рванули продажи на 98% вверх. Почему? Потому что это Китай. Называется слово такое. Китай. Поднебесная. Вот. Ну, там по-другому немножко они живут в Китае. А, кстати, некоторые там считают, что к 2014-2019 году одна из самых сильных экономик мира в Китае. Ну, наверное. Период с января по ноябрь 2009 года продажи всех типов автомобилей выросли на 42%. В Китае. Это в Китае спокойно у нас сложились, наоборот. Значит, это самое. Еще Индия же тоже. Еще же Индия, голубушка. Рост продаж пассажирских автомобилей в Индии составил 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И оказался самым большим с февраля. Индия прет как бешеная. И Китай растет как бешеный. Вот так. Мы рады за них. Мы рады за них, мы рады за них, да. Вот отлично. Мы складываемся. Еще одна интересная вещь, хорошая для нас теперь. Что-то надо хорошее. Мерил Линч, который сам, как вы знаете, погиб и сделался Bank of America. Мерил Линч теперь. Мерил Линч, это была инвестиционная, крупнейшая, крупнейший холдинг. Гигантский холдинг. Мерил Линч. Вот. Страшность в Анли. Я говорил, я был там, наговорился с его менеджерами. Они, у них была поза, у них были пижаки, у них все было такое вот совсем уж, совсем строгое. Ну, не нравилось? Не нравилось, нет. Ну, если зайти в Bear Stearns, который, кажется, тоже лег, например, так он был, там было позахудали. А в Мерил Линч все были прям насык вверху такие. Упс. Ну вот. Значит, рисков остается много. Мерил Линч говорит, что Россия ничего, Россия подтянется, Россия начнет расти, потому что вслед за Китаем и Индией понадобятся наши ресурсы. И когда понадобятся наши ресурсы, мы начнем расти, понимаете? Но, в принципе, самый худший сценарий удалось избежать, говорит Мерил Линч, Bank of America. Но мир будет жить существенно хуже. Это уже цитата из Алексея Кудрина. И Мерил Линч говорит, что нас ждет второй раунд рецессии. Кровавая баня. Простите за терминологию, я читаю, как написано. Нас ждет кровавая баня на рынках облигаций и гиперинфляция. Возможно, если население не подхватит мегаспрос, который сейчас разгоняют правительство. Я хотел поговорить с людьми, которые занимаются экономикой. Ну, через минуточку, ладно? А это та самая вторая волна или нет? Ну вот, да. Или последствия первой? Наверное, наверное, да. Движок экономики заглохнет. Скажите, страшные все слова, такие вот, как Михаил Леонтьев говорит. И теперь говорит то же самое господин О'Нил. О'Нил, они, наверное, с Леонтьевым дружат. И то же самое... А нет, вот трудным и долгим это Дворкович. Кудрин говорит, что жить будет в 2010 году, мир будет жить хуже, чем до кризиса. До сих пор не сдулись финансовые пузыри. Не стабилизировалась ситуация на рынке недвижимости. Не восстановился спрос. Россию ждет медленный рост в ближайшее время, резюмировал он. Не стоит рассчитывать и на сильное снижение инфляции в 2010 году, считает Дворкович. И дальше отток капитала, потому что в следующем году и Меррил Линч, и Кудрин, и все считают, что центробанки в следующем году, основные центробанки планеты, начнут повышать доходность по депозитам. Начнут повышать стоимость заимствований. И тогда деньги схлынут отсюда, отсюда, от наших рисковых рынков. Мы очень рисковый рынок считаемся. Среди благоразумных людей, Россия рискованное место. Значит, и они все уйдут в спокойные места, в Европу и Америку. И единственное место, которое по-прежнему будет кочегарить, по-видимому, это все-таки Китай и Индия. Через минуту я хотел поговорить с людьми, которые в экономике такие деятельные. Вернемся, поговорим. Погнали. Подъем. Значит, вот-вот-вот, быстренько читаю, что нам пишут. Значит, Медведев отмашку дал, но полетит шелуха региональная. Это по Перми. Дальше. В милицейском общежитии четыре пожара было. Пенсионеры, дети, предписания, комнаты выгорают локально. Привыкли. Очаковское шоссе, дом 6. Это здесь из Москвы нам пишут. Обсудите новые дорожные правила для пьяных прокуроров, пишет Олег. Олег, вчера обсуждали очень подробно. Катя, Родина выступала с докладом. Поэтому. Не курей, а кур, пишет 59-й. Ну, да, 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 да. Дайте мне иногда... Клайк тоже блеснует, как мы видим эмоционально. Дайте мне, дайте мне, дайте мне, дайте мне блеснуть близостью. Я же должен демонстрировать, что я плоть от плоти. А что вы хотите? Чтобы я не был плоть от плоти? 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Экономика, ваш прогноз. Мэрил Линч дает прогноз. Дворкович дает прогноз. Кудрин дает прогноз. У меня есть тайное предчувствие. Я поделюсь с вами попозже. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ваш прогноз. Алексей, Алексей. Дворный кандидат, экономист. Да. Значит, широко известный специалист в узких кругах по кризису. Давайте, Алексей. Первое. Кризис был искусственно, искусственно. В Соединенных Штатах собрались вот Уоррен, там, Белгейт, это такие подобные искатели, что Америка слишком много ест, она минивая, слишком много потребляет товаров со всего страны, является эксплуататором. Погноз, эксплуатацию прекращать и немножко подлечить от них собственный народ. Вот поэтому избрали и президента Черного, кстати. Да. Вот, что... Меня, а вы мне про прошлое-то что говорите? Сейчас начнем от Адама и Евы. Вы мне скажите про 10-й год. Да, 10-й год. Ген-инь, ген-инь, да, сосредоточьтесь. Я как раз это объясняю. А вам... Давайте. Вот тут ситуация такая, что они же хотят эксплуататорами дальше остаться. Хотят. Хотят, хотят. Ну, а если, так сказать, они долго не будут подругать товары со всего мира в обмен на их доллары, то экономики всего мира замкнутся друг на друга. Замкнутся друг на друга. Ну, это же и бессмысленно. Ну, почему экономики всего мира должны... Так что же они сделали за... А чтобы экономики мира замкнулись друг на друга, нужно создание инфраструктур, чтобы сырье, которое в США-то поступает, перерабатывалось бы в этих самых странах сыровых придатках. Что такое инфраструктура? Это завод. Я понимаю. Так прогноз-то ваш на 10-й год. Прогноз? Да. В общем-то все вернется на докризисную уровень в середине года. А Кузькиной матери не будет? Нет, не будет. Не будет Кузькиной матери. А Кудрин еще же сказал, что немногие предприятия выживут, что там очень мелкие, они не выживут. Не выживут, сказал Кудрин. И так же с сожалением он так же говорил. Я с сожалением говорю. Нет, а Кудрин, он как-то торжествует, сказал, не выживут. Горе побежденным. Как-нибудь так говорил? Или наоборот с трагизмом в голос. Послушайте, нет, серьезно. Давайте, ну люди, правда, которые участвуют в экономике. Если вы участвуете в экономике, если вы действительно существенно как-то вот впечетесь о состоянии экономики, скажите, будет Кузькина мать по новой 660-06-91, да. 660-06-92, нет, не будет. Я думаю, честно. А нет, мне же нельзя влиять на результаты голосования. Давайте я вам сразу скажу. Ну ладно, да. Я думаю, что кризиса еще не было. Очень приятно, конечно. Я думаю, что не было кризиса. Мы как, знаете, пьяные в последнюю секунду еще вот, его еще где-то, так сказать, еще не упали. А кризис какой он? Какой он будет? Он будет вкусный. Он будет вкусный. Для кого? Он отстроит некие новые параметры, конечно. Потому что эти параметры... А, ну самоочищение... То есть я думаю, ну извините меня, дурака, я думаю, что кризис структурный. Я так думаю. То есть оно лечили его не как структурный, его лечили как финансовый. Понимаете? Значит, если он структурный, а его лечили как финансовый, то кризиса не было. Понятно почему? Значит, когда он будет, когда он будет, вот мы сейчас к нему движемся. Вот это вся... Это как бы... Вы идете мимо человека, а он сильно дрыгает ногами и руками. Сильно дрыгает ногами и руками. Значит, вот в этот момент вы думаете, что он, смотри, какой бойкой, какой бойкой дядечка, а это у него агония, понимаете, и вот это бойкость, бойкость у него, бойкость, он такой ловкий, ты говоришь, как ты думаешь, вот мы с Катей идем, и когда дядечка, например, дергает бойко-прибойко, руками и ногами, я говорю, как ты думаешь, Катя, он скорее, может быть, по теннисной части, может быть, он лышник, а то есть чем он больше, а на самом деле это агония просто, поэтому не надо оценивать, теннисом он занимается или лыжами, понимаете? Главное в этой ситуации пройти мимо или как, или остановиться? Нет, а нельзя пройти мимо, потому что мы внутри него. Они переградили эти дядечки, двигающие вокруг, кольцом стали? Значит, кризис в 10-м году и далее, кризис будет нарастать, будет настоящая вторая волна, ну, в общем, наконец, или первая, по моей оценке, будет волна кризиса, еще только грядет, 6-6-0-6-9-1. Блин, нет, не будет ничего, это нормальный финансовый кризис, который, к счастью, удалось перебороть 6-6-0-6-9-2, правильно? У нас же все руководители заявили, что уже все, ничего не будет, что пик кризиса пройдет. Нет, того, который был, не будет, потому что его и не было. Не может быть того, что было, конечно, его не было никогда, того, что не было, не может быть, все, понятно. Значит, смотрите, вы считаете, что кризис, да, будет, грядет, и, ну, не важно, второй волной назовите, я считаю, что первая волна нас ждет, все еще ждет первая волна, так это купаясь у ног. Ну вот, а вы думаете, что да, будет, 6-6-0-6-9-1? Нет, не будет, 6-6-0-6-9-2. Народные мыслители блистательно в лице господина Алексея обрисовали нам фабулу взаимоотношений, плохих и хороших. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, добрый день, это Анатолий из Москвы. Да, Анатолий. Сергей, вы знаете, я вот, допустим, работаю порядка уже 10 лет в автобизнесе. Да. Вот, и вы знаете, у нас такая ситуация складывается, я работал и с отечественными машинами, и с импортным производством. У нас гораздо хуже все, так скажем, чем на бумаге и в газете. Вот, сокращение руководства и персонала где-то порядка 60-70 процентов. Спас-продаж это где-то, ну, скажем, вот, допустим, по Тойоте, если где-то в среднем 500-600 машин выдавалось раньше, то теперь 100 или 80. Ну, то есть, в 5-5,5 раз. Это вот в среднем, вот так вот. Ой. И что касается... А цены когда понизите, а? Для технических машин, все то же самое. А можно мы вас спросим? По-честному. А? Извините, да. Да. Да, скажите, вы договорите уже, извините, что я вас перебил. Да, вы знаете, и что касается, вот, допустим, экономики, и я вот, в частности, скажу по автобизнесу, так как это немаловажный сектор экономики, я считаю, любой стороны в современном мире, вот, возрождение, по крайней мере, на былой уровень, но это где-то 2015-2017 год, не раньше, это по крайней мере в России. И все, что делается, так скажем, нашим премьер-министром, президентом, вот, по субсидиарной политике, это все правильно, конечно же, но не хватает, не хватает, ну, не хватает липидности денег. И, я вам скажу, вот такую вещь, вот, сделали доступные кредиты, да, расширили стоимость автомобиля. Но, вы знаете, есть план у Сбербанка, допустим, или у ВТБ, ну, без разницы, вот, те банки, которые по этой программе работают, у них есть план. Да. Им нужно 100 человек в месяц сделать по этой программе. Понятно, понятно. Они довольно быстро закрывают план и все, да. Да. А когда вы цены снизите, скажите нам, родненькие, вот мы все думаем, все время мы, потребители, мы, сволочь потребительская, мы все ждем, когда же Бузинец снизит цены. Цены, вы там ценами нас подманите, чтобы за 10 рублей все, и все, и еще сверху, еще чтобы целовали. Сергей. Да. Вы знаете, вот, сейчас я вот, допустим, работаю с автовазом, да? Да. Ну, везде посредники, везде взятки, ну, не стоит наш автомобиль таких денег, как вот он в любом салоне Москвы. Ну, да. Вот, не стоит он, потому что приходят бамперы на завод, условно, по 10 рублей, 5 рублей нужно вернуть. И вот по каждой детали так вот на автовазе, это поголовно, машины к дилеру приходят. Ну, понимаете, ну вот, скажите, спасибо вам огромное, спасибо, Кать, 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 надо звонить на биржу уже, во-первых, во-вторых, я понимаю, что вот в чем дело. Мы воспринимаем кризис как очищение, поймите, в том числе, это же болезнь, да, после которой надо выйти переродившимся. А мы делаемся все более ублюдочными, понимаете, что сейчас рассказывает Алексей? То есть ничего это не отменяет, ни взяток, ничего не отменяет. Ну, пока не отменяет, если по-вашему прогнозу не отменится. Нет, значит, загнемся, по-настоящему тогда отменится. Потому что разумности нет, что, ребят, плохо, ребят, давайте взятки там чуть-чуть понизим, не-а, наоборот все делают, понимаете? То есть люди ведут бойко всех к гибели, ну, отлично. Ну, какая напорость. Козлищи, козлищи, козлищи возглавили, козлищи возглавили движение экономики, козлищи. Кто там говорил нам про Кудрину что-то, кто-то ругался, я забыл сейчас. А, это Константин Ищелкова сказал, Куда Кудрину, говорит, ведет нас к пропасти. Отлично. 9.55, давайте звонить на биржу в конце концов. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. 9.56, Лев Быстров на связи с нами, аналитик фондовой биржи РТС. Лев, подведу прямо вам. Здравствуйте. Доброе утро. Вам подведу итоги голосования. Смотрите. Значит, 83,3% наших слушателей, 83,3% считают, что кризис и настоящая Кузькина мать еще только на подходе. А это вслед за Bank of America, Мэрил Линч, Дворковичем и Кудриным. Значит, а 16,7% считают, что нет, нифига, зря пугаемо. 16,7%. Ну что вы, чего? Быстрите которых. Все ужасненько. Ну, на самом деле, действительно, на рынке все-таки у нас вчера медведи продавили свое, как бы... Причинается, антимедведская какая-то, антимедведская риторика какая-то. Не допустите, не допустите, Катя, Катя. Ну, будет, как говорится, не на понижение. Продавили свое видение рынка, да, продавили на 2 с лишним, более 2,5% по индексу РТС, да, вниз. И вечером еще на одну десятую прибавили на стандарте вот 1351,95%. Да, ну, слушайте, ну что, ну и что, нефть низкая, золото опускается, этот доллар растет, то есть все. Ну, в принципе, мир опасается все-таки ситуации... А сегодня что будет, а завтра что будет? Сегодня мы, на самом деле, ждем тоже такого нейтрального открытия, скорее всего... Нейтрально вниз. Нейтрально вниз, да, ну, не резкого, так сказать. Да. Вот, соответственно, сегодня рынок будет ждать еще данных по запасам нефтепродуктов у нас в крупнейшей экономике мира. А давайте скажем брокерам, чтобы не ходили уже сегодня на работу. Что они там делают? Ну, скажите. Пусть не ходят. Сегодня не ходите, все равно... Они послушают из них вопрос. Нет, сегодня кислый день вниз. Лев, спасибо вам большое. Лев Быстрова, аналитик фонду и биржи РТС был на связи с нами в движении. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Спонсор программ ООО «Ресторанная коллекция». Сеть ресторанов «Пекинская утка» приглашает большие и маленькие компании проводить старый год и отметить приближение нового года. «Пекинская утка. Все лучшее из Азии». Телефон 755-8401. Поехали в движение. 788-107-0. Где едете, что видите, один только успею звонок принять. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Слушаю вас. Да, здравствуйте, меня зовут Алексей. Да, Алексей. Ленинградочка в область очень тяжело. И далее по кольцу до Можайки, по внешней стороне. А далее рабочее движение. Спасибо. Значит, у Крокуса там все, да? А, ну да, ну да, наверное. Погнали. Спорт, спорт, спорт. 10 часов 3 минуты. Среда, 9 декабря. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Екатерина Родина, ведущая этой программы. Здравствуйте. Доброе утро. Что там, есть какой-нибудь доллар свежий, нет? Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Нет, нет, нет. Нет ничего свежего, да? Ладно, я просто хотел сказать, что он, гад, растет прям. Прям растет и растет. Вывалился уже на 1,46 по евро. Вот сейчас он, сказать, где он у нас, голубчик? А он 1,4692. 1,4692, а мы смотрели с вами вчера. Позавчера он был 1,4888 в это время. Позавчера он был 1,4840. Есть. Доллар вырос. Сколько? На 10 копеек до 30,65. Еще будет расти. И продолжает рост. И продолжает рост, и будет расти. А куда он денется? Он вчера был в это время 1,4840, а сейчас он 1,4694 к евро. Значит, он будет расти и будет расти еще. До 33 вырастет? Ну, сколько сейчас, извините? 30,65. Я имею в виду... Вам сколько надо? Сколько надо, сколько будет? Сколько надо, сколько будет? А 45 еще кто-то говорил. 70 надо, 70 надо, 70 надо, 70. Конечно, о чем вы говорите? Конечно. Да, да, про нефть. Потому что, я думаю, их довольно хорошо суммировала газета-газета. Дело майора Евсюкова украсили белыми пятнами сегодняшняя статья в газете-газета. Значит, смотрите, это новые данные просто, да. Значит, о том, что там действительно очень много непонятного, недопрошена масса людей, нет разъяснений, нет распечатки его переговоров, в дело не приобщена распечатка его переговоров по телефону. Видимо, там фигурируют какие-то персонажи, понимаете? Значит, он звонил кому-то, кого сейчас светить неблагонадежно, неправильно, ненадлежаще. Понимаете? То есть есть... почему, почему, почему? Я просто приму пару звонков буквально. Скажите, почему? Ну, кто разбирается? Сейчас вот, внимание, не вообще, не вообще, мы сейчас звоним непросто. Мы просим вас позвонить непросто, если у вас есть точка зрения. Точка зрения, слава богу, у всех есть. А вот если вы разбираетесь в этой теме, если вы разбираетесь, так чуть-чуть близко подошли к этой теме, почему у следствия и у адвокатов потерпевших огромные расхождения? То есть есть существенная, важная критика следствия. Следствие как будто скрывает очень многое. Вот если вы знаете об этом, 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я бывший следователь, соответственно, у меня есть, наверное, точка зрения. Скажите. Дело все в том, что практически в любом уголовном деле существует и потерпевшая сторона, и, соответственно, человек, который совершил преступление, и если затрагиваются или сотрудники милиции, прокурорские какие-то работники, и, в принципе, любые чиновники, репутации которой можно навредить, то, как правило, стараются их уведомить и убрать. Скажите, как вас звать? Меня зовут Роман. Роман, знаете что, а вот вам не кажется, что когда нам... Ну, смотрите, например, нам говорят, мы вам не покажем, кому он звонил. Мы начинаем думать, что он звонил всем. Вот не легче нам показать? Дело в том, что, скорее всего, там сделано как оперативно-рискное мероприятие. В данном случае оно не будет показано. Понимаете, нет, сейчас я вам объясню, в чем дело. Догадки всегда, догадки и слухи, они всегда страшнее правды. То есть, например, он звонил Пупкину, да? А мы думаем, что он звонил аж до самого верха, там, ну, скажем, ну, например, Пронину звонил, еще кому-то, еще кому-то, и так далее. И мы начинаем этот список пополнять. А кто-то говорит, знаете, в курилке, да, он звонил Пронину. А другой человек в курилке говорит, да ладно, да ты забирай выше, и так далее. И вот слухи, они страшнее правды. Ну, в данном случае рассматривается именно конкретное преступление. То есть, если к делу не относятся, могут просто не приложить, и с точки зрения процесса они будут правы. То есть, да, как бы, мы хотим все знать, но не всю информацию можно показывать. Согласен, согласен, но согласитесь, есть еще и социальное, публичное какое-то, как бы, спокойствие в обществе, верно? Да, конечно, я знаю такой способ, делают адвокаты по уголовным делам. Они берут сходатайство, заявляют, а потом берут и копию выкладывают в интернете, допустим, с отказом. И вот, когда начинается волна, понимается, блогеры и все остальные, вот тогда уже приходится под давлением что-то делать. Я понял, спасибо вам, Роман, спасибо за разъяснение. Роман-следователь, он понимает, как это делается, и он говорит, что мы требуем, возможно, большего. Мы требуем больше, чем оно надлежит. То есть следствие дает ровно то, что ему нужно давать для обвинения, а не все оно обязано давать. Здесь, как бы, вам сказать, здесь как бы две стороны у этого вопроса. Первое, это то, что следователи делают согласно закону, а второе, общественное внимание к самому преступлению. И вот в рамках этого общественного внимания мы бы хотели, чтобы следователи были неформально откровенны. Потому что формальная откровенность создает у нас ощущение, что следователи что-то утаивали. Ну, мы многого хотим, нет? А мы хотим быть обществом, да. Это просто общественный случай. Нет, нет, секундочку, это вообще в нейless. Мы хотим быть обществом, мы хотим быть Россией. Но нам дают информацию, которую дают? Нет, нет, слушайте, нет. Это курам дают, значит, кроликам дают, коровам, скотам дают. А мы хотим быть гражданами. Мы хотим быть Россией, обществом. И поэтому мы вправе настаивать на абсолютной откровенности. Потому что дело не уголовное, кроме того, что оно уголовное. Оно принципиально общественно назначимое. Ну вот в этом же противоречит. Мы можем настаивать, но будет ли нам доступна эта информация, мы же не знаем. Если мы достаиваем, то мы уже граждане России. 10-10, движемся дальше. Подъем. 10 часов 12 минут мы продолжаем с Екатериной Родиной этот подъем. О чем дальше? Значит, смотрите, я получил ссылку небезынтересную. В ЖЖ есть сообщество подсреатизм. А там есть VCH5402, гражданин VCH5402, который выложил фотографии, которые курсанты МВД готовят для своих альбомов по окончании заведений учебных. Оказывается, так же, как и 13-летние девушки, курсанты готовят альбомы на память, знаете ли. Не слышали про такое? Неофициальные альбомы, наверное. Нет, официальные. Официальные альбомы, которые потом выдают? Нет, личные, личные. Нет, но это прежде так было. Дембельский альбом. Их обычно всякие пафосные фрики собирали в воинских частях для себя. Я даже знал нескольких. Я сам относился к этому с огромным презрением, и поэтому у меня нет никакого Дембельского альбома. Однако же я знаю, что такое было правило. Девушки собирали альбомы себе где-нибудь с 13 лет. Какого певца ты больше всего любишь? Какого поэта ты больше всего любишь? И писали друг другу альбомы, стихи, творения, ангелочки, там всякие были. Вырезки из газет. Вырезки из газет. У вас был такой альбом? Конечно. Слава богу, наконец-то я встретил. Мы все нормально идем. Хотя там обычного человека. Но у меня никогда ничего такого не было. Как это? Нет, я как в зоопарке жил, я все время смотрел этих людей. Нет, ну можно не людьми увлекаться, а чем-то другие. Нет, я не оказался... Нет, нет. Нет, у меня, я сказал, в плане альбомов у меня был превосходный Андрюха Тучин, сосед по парте, который вырезал Битлз на парте. Вот. Перочинным ножом. Но мы не забрали с собой эту парту с Харрисоном. Конечно, там Лена. Лена занимала основную часть парты. И Маккартни, конечно. Ну вот. Сейчас не в этом дело. А в том, что жизнь курсантов МВД выложили в ЖЖЛ, в Live Journal. Они... Там множество фотографий. Огромное количество фотографий. И там всюду сцены сада любви. То есть садистской любви. Они любят друг друга в саде Маза Порыве. Эти курсанты, эти молодые юноши, эти... И как будто бы это ВЧ 5402 СЗО ВВ МВД России и Санкт-Петербурга. Написано. Ну, мы не знаем, насколько это верно. Я не хочу позорить часть. Я просто читаю то, что написано. Уж позвольте мне быть доверчивым до какой-то степени. Значит, там мы видим очень много мужской плоти. Там мы видим непрерывно мужскую плоть. Там огромное количество ягодиц. Там такое. Там юноши. Русские юноши наши. Вот, собственно говоря, внутренние войска. МВД России. Они переворачивают табуретку кверх ножками. И становятся на ножки, на две ножки становятся... Заголив зад, они оголяют свою попочку. И, значит, они становятся на две ножки ножками, а на две ножки ручками, собственными ручками. Значит, вереньки на табуретку. А потом все ходят, смеются и фотографируют. Например, такие фотографии. А сам человек, который кверх тормашкой стоит... Нет, его бьют. Его бьют. У него лицо при этом какое? Лицо у него задумчивое. Лицо у него задумчивое. Он чувствует, что он готовится подвиг ради Родины совершать. Это не может быть шуткой какой-то? Нет, какая шутка. У него в зубах полотенце скрученное. У него скрученное полотенце. Вот такое. Вы верите, что на самом деле такое происходит? Нет, я-то не я не верю. Я думаю, что это где-нибудь в Зимбабве. Не важно. Серьезно. Нет, внимание, я продолжаю рассказывать. Значит, смотрите, у него в зубах скрученное вафельное полотенце. Это, видимо, чтобы он не орал, потому что его избивают в этот момент. Он стоит на табуретке, руками опершись на две ножки в табуретке. Перевернутая табуретка. А ногами, стоя на двух других ножках табуретки. В маечке. У него маечка красненькая. Вот. И его избивают. А он, чтобы не орать, видимо, там начальство, чтобы высшие чины не обеспокоены были, он держит в зубах полотенечко такое свернутое. Аккуратненько свернутое. Еще одного в милицейской форме, и лицо у него неприятное, обливают холодной водой из чанов и из ведер 20-литровых, таких пластиковых, которые можно, может быть, у фирмы Интека купить, такие пластиковые ведра. Еще на одном ездит курсант МВД, едет на одном из них, а тот, упершись черепом в ягодицы другого мужчины, изображает лошадку, а тот предыдущий, которому уперлись в ягодицы, изображает, видимо, голову Центавра, ну, в смысле, верхнюю часть Центавра. И он подал руки назад, вот так вот, мученически, и они катают этого джентльмена. Это, так говорят, для дембельских альбомов. Они делают издевательства, садистские издевательства над более молодыми для дембельских альбомов, чтобы, ну, это чтобы вот потом внукам показывать. Где-то, знаете, у камина сидя подозвать внука, сказать, Ванюша, иди, Ванюша, я покажу тебе, как я избивал, там, я не знаю, или ездил на людях. Или, наоборот, может быть, эти фотографии тем людям, которых мучили, отдают, чтобы они... Нет, нет, никогда, нет. Это, наоборот, мучители себе берут. А с какой целью выкладывают интернет? У них все-таки мучает этот вопрос. С какой целью все время зажимают полотенца? Я не понимаю, потому что я вижу на каждой фотографии... Посмотрите, у кого сейчас инет есть. CommunityLiveJournal.com, POTS, POTS, Реатизм, POTS, Реатизм, 18.05.97, HTML. Посмотрите эти снимки. Я не понимаю, для чего они все время зажимают полотенца в зубах, они все время зажимают. Для чего вы думаете? Не приятно. Некоторых бьют табуреткой по ягодицам, а некоторых избивают ремнями. Здесь множество таких снимков. И на некоторых гематомы. Вот уже видны на... Нам пишут на Росновости, какие мерзости вы рассказываете. Да, а это МВД. Это МВД. МВД. Министерство внутренних дел Российской Федерации. МВД РФ. Ага. Некоторые ягодицы уже с гематомами есть. Еще пишут. Это такой обряд перехода из одного статуса в другой. Это такой процесс посвященному. Скажите, а в чем отличие? Зачем им все-таки полотенца в зубы засовывают? Первое. Второе. Зачем на них ездят? Третье. Почему одних избивают табуретками, а других избивают пряжкой? Вот. Это тоже зависит от статуса. Смотрите, что они в крестиках, большинство. Вот мальчик в крестике. И тот, который избивает в крестики, смотрите. То есть он, видимо, православный, мне кажется. Ну, или он баптист, какая-нибудь баптистская сволочь. Но он избивает совершенно даже, как если бы он был баптистской сволочью. Вот опять избивают табуреткой. А вот они все, отжавшись на верхних, там же, ярусами кровать, они исполняют такое вот дуги. Мальчики исполняют дуги, такие тоже очень обнаженные. А другие, которые, видно, старше их, ликуя, фотографируются на их фоне, таких, знаете ли, сказать, ну, на фоне истязаний. Вы описываете, как картина известного художника. Да. Приходишь там в выставку и описываешь, что видишь. Кстати, пишут нам на Росновости, что это провокация. Откуда в МВД красные маечки? Нет, а какие маечки? Идите сюда, идите сюда. А вы говорили, что красный маечку отдал. Найду, 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 найду. Нет, 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 нет. Вот это какая маечка? Скажите мне точно. Идите сюда, идите сюда. Зелено-серая, я не знаю, болотная. Болотная, секунду, сейчас найду. Это какая маечка? Болотная. А это черная? Да. Дальше. Это какая маечка? Голубая. Голубая маечка. Это какая маечка? Это какая маечка? Ну, все такое. Болотная. А это какая? Серо-голубая, да? Секундочку. Это какая маечка? Зелёная. Зелёная. То есть выявится, что я дали тоник, и меня отнимут права. Понимаете, в чём дело? Сейчас за внимание. Это какая серая? Сера-голубая. Да. Всё, цвет маечек теперь протестирован уже наконец окончательно. Он характерен для МВД, да? Не знаю, понятия не имею. Я просто не знаю, в каких маечках. У них, простите, у них ягодицы красненькие. Я имел в виду, что они избитые, гематомно-красненькие ягодицы. Где-то есть другие издевательства. Мне трудно их описать, потому что у меня нет визуального ряда. Где-то по-другому издеваются. Например, есть курсант МВД с... А у него тут как жетон какой-то. Это не крест. Вот у другого есть. У одних кресты, а у других какие-то жетоны. Жетон какой-то. И он поет своего товарища, который стоит на корячках, и он его поет из пипеточки. А тот ловит каплер том. Есть такие вот сцены. Но в основном всё-таки они голые обнимаются, или в основном голые обнимаются, и голые бьют друг друга по голым ягодицам. Вот такая вот у них, такой досуг. Форма досуга такая. А кто был в МВД? Слушайте, расскажите нам. Ой, смотрите, какой Лидия Ивановна нам пишет. Вопрос к репродуктину возможным участницам. Готовы вы родить первую девочку, которая будет выходить замуж за наездников из Дембельского альбома, или мальчика, который будет наездником или лошадкой? Или лошадкой. Нет, а кто в МВД-то служил? Ребят, расскажите нам, пожалуйста, в чём тут Петрушка? Может быть, кто-то был во внутренних войсках даже, я не знаю. О своих причудах, конечно. Что за притча? Что за жуть? Что за удивительная подготовка? Это форма досуга? Или что это? Алло, здрасте. Алло. Да. Добрый день. Да не всё так страшно, как вы описываете. Ну я что, я вижу просто. Да нет, сейчас я вам объясню. Можно одну минуту? Я вам объясню. Я рядовой ГРУ. У нас такого не было. Ну вот давайте я скажу по себе, да? Давайте. У нас в каждой части, я вот удалось так служить в армии, ну, по нескольким частям, да? Да. И в каждой части была такая, ну, какая традиция. Вот, например, подводники, они в первое погружение обязательно в кружку солёной воды выпивают, да? Прямо морской или просто соль? Морской, морской, от тошноты до рвоты, да? То есть, ну, там это очень, как бы так, неделю кушать не можешь. То есть, это обряды инициации. Да, это на самом деле. Вот потом в другой части, вот у нас, например, было, то есть, когда ты приходишь, тебя переводят, например, полгода отслужил, да? Да. Духи переводят, то есть, шесть раз армейская пряжка по заднице. Азарт при этом должен быть оголён или нет? Так, а это вечером происходит, все в трусах, в общем-то, естественно, оголённый. Оголённый. Не, ну, а зачем потом, что кровь отстирывать будете? А полотенце ворота? Вопрос. В этом нет тайной педерастии какой-то, нет? Да, ну, какая-то. Нет, педерасти нет. Потом, например, Готов служил, Готов служил, да? А тебе двенадцать раз черпаком, ну, то есть, ты в черпаки переходишь год. Это не издевательство, это просто... Вы считаете, что это нормально? Нет, это обряд инициация. Ну, это не нормально, ребята, это не нормально, ну, понимаете, как... А полотенце во рту, ну, извините, двенадцать раз пряжка по заднице, больно, зубы... Чтоб не орал, а, чтоб зубы не полопались. Да это сам себе зубы, извините, он эпилепсиком втыкает ложку деревянную какую-нибудь, чтобы зубы не попросил. Понял, всё понял. Вот разъяснение щерпающее, спасибо вам огромное. Нет, там неудивительно. Я сейчас объясню, я принимал присягу в ГРУ, потом там... Ну, неважно, ничего подобного не помню. Неудивительно, это ненормально, но... Ничего подобного не помню. Но так везде. А, нет, ничего подобного не помню. У нас не было такой штуки. Ну, может быть, появилась... Больше того, у меня друзья там закончили эту часть, я потом был переведён, но у меня друзья служили там по полтора года, ну, в смысле, с высшим образованием, там, в этой части ГРУ. И никто ничего такого не рассказывал, вообще близко ничего такого не было. Нет, ну, а что-то подобное не такого, ну, там кружка в морской ладони. Ну, не было у нас такого. Даже такого. Никакой кружки нам не давали, ничего не давали, вообще. Нам давали какую-то хрень на политзанятиях. Ну, так вот, сидишь, спишь там, типа, с открытыми глазами. А так я других издевательств я не помню. А ещё бегали в химозащите. Ну, это бегали в химозащите все. То есть, не перевод, это не было инициацией. Это просто, типа, ну, чтобы ты чувствовал, что служба, это служба. Ну, а так больше ничего. Слушайте, значит, я хочу голосование всё-таки учинить. Потому что это обряд инициации нам пояснили. И это нормально, они берегут зубы. Поэтому они сами берут полотенца в зубы, чтобы не орать, пока их избивают по голому заду. И вы думаете, что это, в общем, ну, в принципе, вы думаете, что это нормально. Это, ну, мальчики... Ну, я вижу здесь латентную, скрытую, а может быть, явную педерастию, честное слово. Ну, я вижу... Кто-то не видит. Ну, я вижу, ну, ребят, ну, правда, вижу, мне кажется. Ну, а в бане, в мужской бане вы видите? Конечно. Тоже? А песня, знаменитый гимн «Нас на бабу» променял, который постоянно... Одну ночь с ней провожался сам на утро бабу и встал. Это гимн... Вы везде признаки. Они абсолютные признаки. А что же? Нас на бабу променял. Зачем они поют? Объясните мне, пожалуйста. Хорошо. Значит, скажите, вы видите, что... Давайте так. Вы в этих сценах, которые происходят в МВД, в полку внутренних войск, ничего особенного не видите? Все на ваш взгляд? Нормально. 660-0691. Нормально, да? Переводят в черпаки, переводят в деды. Это обряд инициации. Нормально. Нет, вы видите, что здесь все-таки попахивает садом азоэпидерастии все-таки. До известной степени скорее все-таки. 660-0692. Здесь как-то опасные симптомы эти симптомы. Нет, не опасные. Нормальная тема. Они заголяются и друг на друге ездят на голых. Это, видимо, до какой-то степени бодрит их долгими зимними ночами. Потому что ведь до рассвета ждать так долго. А что делать? А что делать? Ну и ездишь на голых сослуживцах. Мне кажется, это правильно. Ну вот, правильно. 660-0691. Нет, это все-таки здесь все-таки не очень верное поведение. Нам кажется, что здесь перверсия очевидная. 660-0692 тогда позвоните, пожалуйста. Через минуту я скажу вам результат вашего голосования. Вот, никто не может найти ссылку. А что я сейчас сделаю? Я у себя в Твиттере. Внимание, я в своем Твиттере на Растриге. Сейчас выложу вам ссылку. Ладно, договорились. Пока будет Катя делать обзор печати. Там очень много мужской голой плоти. Это как будто бы курсанты внутренних войск МВД Российской Федерации. Они ездят друг на друге, когда там, ну, одни голенькие, а другие на них ездят. И весело бьют друг друга ремнями. Говорят, это обряд инициации. Это нормально. Так, в общем, и надлежит проводить бесконечно долгие зимние ночи. А что еще делать, как не поездить на голом МВДшнике? Так считают 15,3%. 15,3%. Да? На голом милиционере покататься. А что еще? А что еще придет вам в голову? Не стихи же писать? Я подумала о спектакле. 84, нет. 84,8%. 84,8% видят здесь признаки перверсии. Может быть, какого-то сада мазокультуры. Может быть, даже педерастии. 84,8%. Я останавливаю это голосование. Спасибо большое всем, кто принял участие. Обзор прессы. Я сейчас выложу ссылочку в Твиттере. Абсолютно все газеты вспоминают опять жертв трагедии в Перми. Но на этот раз наказаны вроде бы как 11 человек освобождены от должностей. Коммерсант подробно об этом пишет. А вот губернатор Пермского края Черкунов дал интервью известиям. Как он видит то, что произошло в ночном клубе. И читайте в этом издании. Российская газета, ведомости рассуждают на фоне того, если проверок станет больше, если ужесточатся какие-то наказания за подобные нарушения, которые влекут за собой смерть человека, то хорошо это будет или плохо. Читайте на страницах ведомостей. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Учрежден он 9 декабря 2003 года Генеральной Ассамблеи ООН. И в преддверии этого дня Общественная палата России выпустила новое карманное издание. 50 тысяч экземпляров своеобразной антикоррупционной букварь. В общем, авторы этого издания говорят, что там очень много шуток в легкой форме, с юмором, чтобы ненавязчиво помочь людям сформировать гражданскую позицию. Антикоррупционная газета «Газета» и «Известия» пишет об этом. Дмитрий Медведев вскоре сможет единолично решать вопросы о применении военной силы за границей. «Газета-газета», «Коммерсант». И отдельное решение верховному главнокомандующему понадобится только на миротворческие операции. 10.30? Новости, новости на РСМ. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Мы продолжаем с Екатериной Родиной. Кать, смотрите, значит, я не смог в Твиттер что-то свой забраться, не знаю. Я обычно с мобильника делаю это, и сейчас из компании смог залезть, неважно. Ну, после программы. После программы выложу. Все, кто хотели бы посмотреть и хотят, чтобы я выложил, я после программы выложу. Ладно, договорились. С мобильника все-таки я выложу. Смотрите, значит, что, что, что у нас есть? У нас есть Кремль, который попросил разрешение на войну. Дмитрий Медведев попросил Совет Федерации разрешить ему применять вооруженные силы за пределами России. Как сообщает чиновник Кремля, постановление Верхней Палаты будет той санкцией, которая требуется президенту по конституции для использования российских военных за рубежом. Она может быть дана 16 декабря. Насколько я понимаю, насколько я понимаю, обычный порядок, прежде предусмотренный, заключался в следующем. Президент хочет применять вооруженные силы для той или иной, для решения тех или иных задач. Как правило, эти задачи, понятно, что они политически должны быть оправданы. Президент не может сказать, что я хочу отправить пару дивизий по грибы. Правильно? Он должен обосновать. Это, очевидно, должно быть политически оправданным. Очевидно. Потому что президент в политическом поле находится. Но он, кроме этого, находится в юридическом поле. И вот в юридическом поле предусмотрелось, что он должен запросить Совет Федерации о разрешении. Совет Федерации должен собраться на закрытое заседание, если иное не предусмотрено решением Совета Федерации. На закрытом заседании дать президенту ответ. Посмотрите, сегодня, вот сегодня, вам нужно применение войск. Сегодня. Да? Какой с ним собирается Совет Федерации? Нет, ну, они, например, они соберутся завтра. Я не помню точно, честное слово. Но, например, они соберутся завтра, как-то там, пулей, пулей слетятся. Хотя, хотя там какой-то есть срок. Значит, вот они завтра собрались. Они в двухдневный срок должны довести до президента решение. Тоже, я не понимаю, почему в двухдневный срок, не очень понимаю. Значит, все, там это дни. Дни. А вопрос на часы. Я напоминаю, 8 августа, 8 августа, 8 августа, 8 августа года. Как, кстати, было 8 августа. А 8 августа, 8 августа, 8 августа, было в ночь на 8 августа. И утром мы уже проснулись посреди войны. Утром мы уже проснулись посреди войны. Понимаете? И понятно было, что решение о том, чтобы отвечать, вот уже, оно пришло, я очень хорошо помню только время, ну, это типа час или два часа дня. То есть, до этого времени они успели обсудить, и Совет Федерации тоже? Ну, во всяком случае, опубликовано было? Да нет, конечно. Нет, опубликовано решение было примерно в час или в два часа дня, насколько я припоминаю. Поправьте, если я неверно вспоминаю. Значит, я в 9, еще в 9, еще в 9, я работал, это была пятница, я работал в утреннем шоу на другой станции. И я говорил с осетинами, я говорил с осетинами, которые нас слушали, ожидаете ли вы предательства со стороны России, потому что я дико боялся, что мы все-таки поступим предательски, что мы не посмеем защитить людей, понимаете? Я этого боялся панически, страшно боялся, что все-таки предадим. И, к счастью, я помню, в час или в два часа дня я узнал, что нет, мы не предали, и мы в общем люди, мы люди, а не амебы. Ну вот, слава богу. И это было счастье. Но вот смотрите, в чем дело. А потом, значит, там Советы Федерации, фигации, все началось. Хорошо, я, честно говоря, понимаю так, что сегодняшний Совет Федерации, он может, в общем, подмахнуть и задним числом, и вперед подмахнуть, и чего хочешь. Но все равно требуется какое-то обсуждение, разрешение. Нет, сейчас они выходят на какое решение, 16 декабря, 16 декабря. Они выходят на решение, что Совет Федерации как бы авансирует это решение, вот насколько я понимаю так. Через неделю. Да, и таким образом у президента будет возможность, имея уже некую индульгенцию вперед, действовать. У него будут развязаны руки. Во-первых, вы считаете, что это правильное решение или нет? Первый вопрос. И второй вопрос, который я хотел поставить перед нашими слушателями, это где бы вы уже прямо вот применили войска? Ну, есть какая-то воинственная духа в народе? Сейчас мы применим войска. А что? Раз можно, а почему бы не применить? А что время тянуть? Ну, слушай, давайте уже применять. Ну, чего мы? Значит, смотрите, вы правильно считаете это решение правильным, чтобы у президента появилось решение в Совете Федерации, оправдывающее авансом применение силы. А президент, собственно говоря, вы его выбираете. Он перед вами отчитывается как политический деятель. И в этом смысле он не может делать какие-то абсурдных глупостей, правда же? И уже пусть он распоряжается, если экстренно надо. Да, 660-691. Да, 660-691. Нет, 660-692. Да, пусть он распоряжается войсками. В экстренных случаях некогда тянуть. Да, 660-691. Нет, 660-692. Вот прикинем, да, почему, почему, почему и как. Ну, есть же сейчас, есть и есть сегодняшнее положение, а будет через 20 лет. Понимаете, тоже играть с Конституцией тоже нельзя. Потому что есть сегодняшнее положение. Сегодняшнее положение. Совет Федерации, состоящий из салонных, диванных красавчиков, миллиардеров, и президент, который в любом случае взаимодействует с нацией. Совет Федерации, насколько я понимаю, простите меня, точку зрения, с нацией никак не взаимодействует. А для чего было разрешение Совета Федерации? Совет Федерации есть некое лишнее, знаете, как короста на болячке какая-то, на мой взгляд. Чтобы не так все просто было. Но справедливо будет сказать, что он имеет стать органом власти однажды, он имеет стать органом власти Совета Федерации. Сегодня он короста на болячке, и он имеет отпасть. А через 20 лет он, возможно, будет полноценным органом власти в полноценной некой сбалансированной демократии. И тогда, черт его побери, что делать, когда он уже дискредитировал себя. Понимаете? Так нам надо, значит, кукольные органы власти поддувать, ходить все время ртом и так накачивать, чтобы они имели вид. Или уже фиг с ними, зачем их подкачивать все время. Понимаете? Тоже вопрос. Это тоже вопрос. Это серьезный вопрос. А у нас голосование идет. Я останавливаю голосование. Все. 53 на 46. 53,7. Правильно. Президенту дать эти полномочия. 53,7 процента. А 46,3 процента. Нет, не давать. Нет, не давать. Я думаю, соображения понятные. Потому что однажды Совет Федерации может сделаться органом власти, а не клубом обеспеченных мужчин. Понимаете? И тогда, если это станет органом власти, то а что же нам его заранее кастрировать? Жеребщика, когда он однажды может быть еще о-хо-хо и ха-ха-ха. Понимаете? А мы уже ха-ха-ха-хи-хи. Сразу. Понимаете? Ага. Хорошо. Ну, давайте. Ну, давайте. Ну, давайте. Значит, Абхазия за границей, конечно. Это суверенное, независимое государство. А Иван спрашивает. Абхазия это что, не за границей? Абхазия, да. Абхазия это за границей. Это государство. Уважаемое нами суверенное государство Абхазии. Да, да, да. Я очень жалею, что я не могу добавить Аджария к Сванетти. Я очень сожалею. Я бы хотел через запятую рассказать вам список государств. Больше всего, как вы знаете, я ратую за независимость Восточной Кахетии. Потому что я глубоко симпатизирую этому региону. Восточная Кахетия должна однажды обрести независимость. Согласитесь. Правда, как чудесное место? Не знаю, должна ли не. Чудесное место. Чудесное место. Ну, хорошо. Поехали, поехали, поехали. Куда вы силы применили, да? А поскольку все звонят, все точно хотят высказаться по праву президента. Значит, мы сейчас примем два звонка ровно, потом у нас реклама, а после куда бы вы применили силы. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Семен. Да, Семен, ваше решение. Ну, мне кажется, Крым вырисовывается. А, вы уже куда бы пошли бы уже? Да, вырисовывается, по-моему, явственно очень. Спасибо, Семен. Нет, секунду, секунду, секунду. Тогда так, тогда по-другому. Значит, сейчас мы проверим нашу воинственность и готовность. Ну, только, слушайте, а вы во главе колонны, Семен, или где-то сбоку? Вот мне кажется, что мы должны построиться, как псы-рыцари, свиньей, и во главе колонны поставить инициатора. Например, Семена. Почему он идет, как пес-рыцарь впереди? Вот так тут-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, понимаете, как-то так, чтобы было. Ну, вот, через минуту, через минуту, через минуту, через минуту, 10.42, через минуту вернемся. Подъем. Все, все, получилось. Твиттер, правда, заработал. Был овертвит написано. Сейчас твиттер заработал. Я выложил ссылку на досуг курсантов внутренних войск МВД Российской Федерации. У себя в твиттере зайдите. Twitter.com.растрига. Растрига это ее. Значит, дальше пошли. Где мы используем войска? Почему? Вот с 16 числа можно уже прогуляться куда-то, омыть сапоги, понимаешь, туда-сюда, взад-вперед. Куда-то прокурсировать. Нам уже отвечают на вопросы пару слов. Что-что-что-что? А, кто? Япония решила Курилу вернуть, и наши подумали, что придется скоро в Тарганский. Раз. Да-да-да-да, давайте погуляем, давайте погуляем. Помните, как это было у Гоголя? Не обабятся ли казаки? А тут столько лет, столько без... Не обабятся ли казаки? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Николай Матванов. Да, Николай. Ну, я бы, вот меня нельзя в президенты, я бы все-таки фейерверк бы запустил, потому что вот сейчас у нас хотят запустить фейерверк. У нас сейчас страна работала на его создание достаточно долго. Угу, на создание фейерверка вы имеете в виду? Ну, я имею в виду большой такой грандиозный фейерверк, потому что все-таки это была война на уничтожение, и, в общем, нас почти победили, ну, как бы... Да-да-да-да-да-да. Экологическим продолжением было бы закончить, все-таки неправильно, ну, столько народу полегло, все это делая. Вы все-таки свой акцент ставите, и не в том... Нет, ну, знаете, ну, вот если нажать кнопку, они же куда-то нацелены, и кто-то... А, просто так! То есть они же не зря цели стоят, правильно? То есть там же... Я бы там просто стоят ракеты себе, и куда-то там смотрят. Да. Кто-то выбрал уже, счел эту цель, значит, целесообразный, и я думаю, вполне просто так, да, и все. А, просто нажать на все красные кнопки уже. Да, да. Прямо с 16-го после обеда. Да, вполне. Спасибо. У вас в гараже, у вас в гараже, у вас в гараже есть погреб, я спрашиваю, на взятие, наверняка у нашего слушателя в гараже есть погреб, где навалом хороших, превосходных помидорок, таких, дамские пальчики, и он надеется там отсидеться, видите, нажать на все красные кнопки, залезть в подвал в гараже и сидеть там тихонечко пока что. А потом выйти, и будет кино про Голливуд, про конец света. Нет, 7, 8, 8, 107, 0, 7, 8, 8, 107, 0, где бы вы применили? Вот с 16-го, вероятно, вероятность, я бы оценивал существенно выше средней, у президента Медведева появится право применять войска. А вы бы где бы применили? Вот вы посоветуете президенту. Аллах, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Виктор. Да. Я думаю, что это вот этот ход, это продолжение построения властной вертикали. То есть президент уже не хочет думать о том, чтобы иметь поддержку людей, а просто сам будет где-то... Каких людей? Ну вы же, ну вы знаете членов Совета Федерации? В принципе, с ними знакомы, с кем-то? Ну как, в принципе, нет, но я вижу их, с телевизором, и... Да, чье лицо, чье лицо в Совете Федерации вызывает у вас наибольшее доверие? Кому бы вы одолжили 20 копеек, просто скажите. Ну, ничье вообще. Ничье? Да. Ну, а вы смотрите, Медведев смотрит на этих ублюд... В хорошем смысле это слово, сенаторов, и он думает, кому бы из них я одолжил 20 копеек. Ну, естественно. Ну, конечно. Ну, ну, вот. Что? Спасибо. Зачем тогда нужен Совет Федерации? А? Зачем он нужен? Послушайте, когда его разогнали в... Наконец-то торжественно разогнали его в... Сейчас скажу, это был 2000-й год, это был конец мая или июнь, когда первый такой был самый серьезный удар по Совету Федерации. Я позволю себе самоцитировать. Я сказал фразу, которую я настаиваю сегодня. В федеративной стране нельзя разогнать Совет Федерации. Нельзя. Понятно, да? Значит, либо у нас не федеративная страна, либо у нас не Совет Федерации. Значит, внимание. Федеративная... Мне это очень очевидно. Федеративная... Максима. Абсолютно. Я просто... Это закон. Закон. Закон, причем он с математической точностью произносится и с математической точностью выполняется. В федеративной стране нельзя разогнать Совет Федерации. Понятно, да? Значит, одно из условий не работает. А может быть, оба. То есть, может быть, мы и не Федерация, и еще вдобавок у нас не Совет Федерации. Или что-то одно из двух не работает, или оба не работают. Понятно, да? Так и что не работает? Так не работает ни то, ни другое, мне кажется. Конечно, мы не федерация, во-первых, так уже очевидно. И у нас нет никакого совета федерации. Поэтому то, что есть, вот это вот коросто на болячке, которое уже все время хочется отодрать, потому что оно чешется. Понимаете? Мне кажется, это такое естественное. Все время липит пластырь, да? Конечно, ну сколько можно терпеть. Да, хорошо, но с другой стороны, возможно, он имеет стать чем-то, ему надлежит, и он имеет стать через 20 лет органом власти. Может же такое быть? А может и нет? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Андрей Москва. Да, Андрей. У меня такое предположение. Возможно, все это делается для Владимира Владимировича на будущее время, чтобы все у него было готово уже. Ну, а вы знаете, почему на будущее? Вы думаете, сейчас он отстранен от принятия решений? Нет, ну чтобы потом уже не... Ну хорошо, а куда бы вы марш-марш-марш-ширен? Первая колонна марш-марш-марш-ширен. Куда? Я думаю, все-таки на Японию. На Японию, Японию. Все, все, я пишу, Япония, спасибо. Крым у нас еще. Крым есть, Япония есть, все красные... У нас в новости еще второй раз по Крыму. Все, да, Крым 2. То есть 2-2. Значит, да, да, 2-2. Что, уже 4 Крым? Крым все, конечно. Все красные кнопки, все красные кнопки нажать и все, и забраться в подвал под гаражом. Все красные кнопки. Нет, я предлагаю воинственный дух раздуть. Друзья, колонна А, марш-марш-марш-ширен, марш-марш-марш-ширен. Куда? Пошли, ну что, Польшу и Финляндию. Что, Польшу и Финляндию. И запеть Марусю. Да, и все. А чеха плохо, что ли? Алло, сейчас секундочку. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Артем. Да, Артем. Вот, насчет марша такая идея интересная. Ну, вообще-то, хотелось бы каким образом? В принципе, вот до этого правильно сказали. Крым бы отбыть неплохо. Раз. Курилы защитить. Ну, не понял. То есть, давай разобрать, да, что-нибудь там. Вот. Ну, вообще-то, желательно бы сделать как? Как бы у нас солдаты так особо не берегут за последние годы. Лучше поставить просто ракеты на границе, вот, а солдат, чтобы они охраняли и отдыхали, и не гибли просто так. А если есть ракеты, то уж поверьте, никто не сунется. А марш-марш-марш-марширен. А мы-то куда должны? Мы? А мы должны просто защищать наши границы. И все, никуда не марш-марш-марш. Да не надо просто ракеты на границе. Мы можем по периметру ходить. Смотрите, первая колонна... Да не надо. Во! Спасибо. Спасибо, Артем. Спасибо, спасибо. Артем предложил... Нет, это марш-марш-марширен по периметру, вот Артем предлагал. По периметру. Просто курсировать по периметру. Понимаете? Это на всех границах, на всех постах? Да, запускается колонна, которая шурует себе и все. Она прямо вот пошла от Астрахани, например, примерно. Ну, игра такая с эпицифилом колонии выстраивается. Да, и пошли, нет, они пошли, у них серьезные лица такие должны быть при этом. И они прутся прямо до этого самого, до находки туда, до находки. Все время непрерывно двигаясь вперед, и все. Потом разворачиваются и шуруют. Как змейка в Тетрисе есть игру? А потом шуруют назад в Астрахани. И все, конечно, как вы думаете. Как Павел Первый отправлял казаков на Индию? Главное, интенция, товарищи. Главное, не надо никуда идти. Главное, чтобы ты двигался, чтобы движуха какая-то происходила, разве нет? Да, отлично. Правда же? Хорошо, 7-8-8-10-7-0. Уже не успею поменять тему, поэтому приму еще один-два звонка. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, я хотел... Меня зовут Мурат. Да, Мурат. Я из Дагестана. И вот вопрос мой. Вот Медведев, например, собирает армию. Для чего называется? Знаете, для чего, например, сказать вам? Ну, вы хотите, чтобы я серьезно ответил? Например... Нет, секунду, секунду. Вы же задали вопрос. А я хочу серьезно вам ответить. Называется, в частности... В частности, называется, например, акции против пиратов сомалийских в районе Рога африканского. Туда нужно отправить войска. Как это делать? То есть сейчас мы это камуфлируем, типа учения, типа бог знает. А вот, например, НАТО спокойно проводит военные операции против сомалийских пиратов. А мы не можем. Поскольку нас надо по каждому иканию собирать Совет Федерации. Понимаете, да? Да, да, понял. Вот, спасибо, вот, спасибо, вот, спасибо. А на миротворческие операции соглашения требуются соглашения со стороны Совета Федерации? Нет, там, помните, если мы в составе миротворческих сил и так далее, то отдельное решение продлеваемое, там ООН, все, что хочешь. А воевать можно просто. А так вот нам надо преследовать пиратов. Вот пиратов, например, пираты наши, да, увидели, но они как-то поставили корпус своего судна. Пираты не могут на своих надувных дурацких лодках подойти, понимаете? Значит, а если это военная операция, значит, надо высадить свои, там, катера, пойти на берег, пойти в деревню к этим сомалийским пиратам. О пиратах никто не вспомнил из наших слушателей. Никто не вспомнил о пиратах. Послушайте, это для пиратов весь праздник состоит. Праздник устроен для пиратов. Никто бы не направил туда свои пираты. Что за народ? Крым, Крым это родина дизентерии. Не ходите вы в Крым, что там делать вообще? Просто противно даже. Ей-богу. В Крыму родились две вещи, на самом деле, как вы знаете. Я и дизентерия, две вещи. Я там родился и дизентерия. Все. Все, больше ничего там хорошего нет. Что вы ждете в Крыму? Я не понимаю. Нашли тоже хорошее место. Ну вот. Значит, и Крым это место, которое вы видите из окна самолета. Когда вы летите в правильное место. А зачем вам Крым? Япония. Значит, потом нажать все красные кнопки, самим спрятаться в подвал, в погреб при гараже. И курсировать по периметру взад-вперед. Тоже очень хорошее. Что вам очень нравится? Мне, с точки зрения перформанса, безусловно, нравится все-таки по периметру курсировать, нажав все-таки все красные кнопки. А хватит? Нас же военная реформа сократили всех военных. Вот их миллион сейчас. Хватит миллион, чтобы курсировать. Может, гуськом бы шли как-то, ступая, как иракезы. Просто вслед-вслед. Они бы шли как иракезы. Понимаете? А мы бы, как силу, смеялись бы стою внутри. Как классно. 10 часов 55 минут. Движение. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Спонсор программ ООО «Ресторанная коллекция». Сеть ресторанов «Пекинская утка» приглашает большие и маленькие компании проводить старый год и отметить приближение нового года. «Пекинская утка». Все лучшее из Азии. Телефон 755-84-01. 10 часов 56 минут. Движение. 7-8-8-107-0. Где едете, что видите, расскажите нам о движении в Москве. 7-8-8-107-0. Вот когда бывалый человек, бывалый, бывалый. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте. Меня зовут Алексей. Да, Алексей, где вы? Это «Рамкада» от Ясенева и до Ленинского. Что-то тут жутко все стояло. Сейчас немножко вроде двинуто. А это не вы, простите, а вы из Ясенева выехали? Да, да, из Ясенева. Ага, спасибо, спасибо. Все стояло, сейчас чуть-чуть начало двигаться. Еще, 7-8-8-107-0. Где едете, что видите, расскажите нам о движении в Москве. Засады, пробки, аварии. Что есть и куда устремиться, где красиво едете. Здравствуйте. Как вас зовут, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей, меня зовут. Ехал по трешке с Рижского в сторону Волгоградки еду. Ага. Свободно было внутреннее третье, а наружнее стояло. А теперь вдруг наружнее освободилось. Смотрю, через 5 минут идет вереница из этих машинок оранжевых. И за ними такая толпа народа нереальная просто. Да, это вот... А, то есть как бы из-за того, что они создали пробку? Ну да, да, да. Чистящие? Они тащат якобы чистую дорогу, хотя она абсолютно чистая. Ее тут, наверное, залили вот этой фигней. Скажи, что они вредители. Почему они не дают обгонять друг друга? Оранжевые жуки вредители. Спасибо, спасибо. Это вредители, вредители специальные. Да, слушайте, а что с Ленинградкой аварию растащили? С Ленинградкой что? Аварию растащили? Позвоните нам. Ленинградка авария растащили 788-107-0. Скажите. 788-107-0. Растащили ли? Ли-ли-ли аварию на Ленинградке? Кто знает, позвоните. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Слушаю вас. Алло, здравствуйте. По поводу Ленинградки не в курсе, но у Ленинградки как обычно. Плохо, да нет? Нам нужна Ленинградка для этого, именно для этого. Вот, пожалуйста. На Ленинградке растащили аварию или нет? Алло, здравствуйте. Про Ленинградку вам никто не скажет, наверное. Я хочу сказать про Зенегородское шоссе. Ну скажите два слова, давайте. Ну про Ленинградку звонят, как раз люди, вот смотрите. Да, Зенегородское шоссе буквально одну минуту. Зенегородское шоссе в сторону центра, очень большой затор на Третье кольцо и пересечение Сергея Макеева. И, пожалуйста, префикс 49. Не отключайте, это мобильный телефон. Тоже 499 мобильный? Спасибо, я отключаю. Опа. Да, слушайте, 10.58. Я вам оставляю Екатерину Родину, у которой заголовок дня сегодня что там? Да, о синоптиках, которые ошиблись. О синоптиках, которые на наш голову выкинули снег. Я вам оставляю Свету Матвееву, которая знает про ЦСКА в каком-то виде спорта. И я пойду и проживу ее эту среду, 9 декабря.